МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тяжелобольных пациентов в Карагандинской области переводят на ненаркотические анальгетики. В нашем регионе, как и по всей стране, ощущается острая нехватка сильнодействующих обезболивающих препаратов. В районе имени Казбек-Би Караганды будет отремонтировано 50 дворовых территорий и 4 сквера. На благоустройство выделены рекордные 1,5 миллиарда тенге. Об этом сообщила Аким района на брифинге, посвященном благоустройству. Капсулу с карагандинской землей отправят в Волгоград на Мамаев курган. Состоялась церемония запечатывания капсулы с землей, которая была взята у памятника Нуркена Абдирова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Около 100 тысяч тяжелобольных в Казахстане нуждаются в сильнодействующих обезболивающих препаратах. В основном это онкологические больные. Сегодня в восточно-казахстанской и западно-казахстанской областях ощущается острая нехватка наркотических анальгетиков. О ситуации в Карагандинской области на аппаратном совещании рассказал руководитель управления здравоохранения Ержан Рулыбаев. Поставки сильнодействующих анальгетиков в Карагандинскую область планируются лишь в июне. Об этом на аппаратном совещании в областной администрации доложил руководитель управления здравоохранения Ержан Рулыбаев. Вот только тяжелобольным обезболивающие препараты необходимы прямо сейчас. Сейчас в рабочем порядке решаем за счет ненаркотических препаратов. А вот в ВКО та же самая проблема была. Там был... Как они решили? Потом объявили, что временное решение нашли. В ВКО Западно-Казахстанской области на прошедшей неделе были резонансные выступления. Вопрос не решен, Неранжий Николаевич. И мы тоже ждем резонансное выступление, потом будем решать? Нет, мы решаем вопрос за счет того, что индивидуально подбираем дополнительно другие препараты, комплекс препаратов, либо госпитализируем пациентов. Это большей частью относится к пациентам с онкологической патологией, четвертой стадии. Это сколько человек примерно? Какой кондиционер? У нас порядка 500 больных. Стоит отметить, что подобная ситуация складывается во многих регионах страны. Раньше областные управления здравоохранения сами приобретали обезболивающие в расчете на год. Сейчас все передали единому дистрибьютору. Результаты тендера обещают подвести в ближайшее время. Пока он не прошел, сильнодействующими анальгетиками больных никто не обеспечивает. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Социальные меры создадут новые стимулы для экономического развития, усилят средний класс, повысит человеческий потенциал нашей страны. В Академии Булашах обсудили пять социальных инициатив главы государства. Образование, доступное для всех, среди пяти социальных инициатив, выдвинутых президентом страны, значится повышение доступности и качества высшего образования. Предлагается дополнительно выделить 20 тысяч грантов к ежегодным 54 тысячам грантов. Это позволит подготовить тысячи специалистов, которые будут востребованы в новой экономике в условиях четвертой промышленной революции. Это отметили участники обсуждения, инициатив которую провели в Карагандинской академии Булашак. Из пяти социальных инициатив, предложенными главой нашего государства, нашим Ельбасе, для нас является отравленным, что он затронул сферу образования, которая является одной из самых актуальных тем на сегодняшний день. А именно это повышение доступности и качества высшего образования, которое способствует воспитанию конкурентоспособного поколения. Одной из актуальных социальных проблем студенчества является нехватка мест в общежитиях. Слова президента о том, что до конца 2022 года будет полностью решен вопрос дефицита студенческих общежитий, обрадовали как студентов, так и преподавателей вузов. Пять социальных инициатив президента полностью соответствуют мечтам казахского народа. Многие наши сотрудники, особенно молодые преподаватели, не могли приобрести жилье. Теперь у них есть такая возможность благодаря программе 7-20-25. Еще нас радует то, что будут выделены дополнительные гранты и построены общежития. Это актуальный вопрос во все времена. У нас есть пятиэтажное общежитие, но с учетом того, что будут выделены 9 тысяч грантов на педагогические специальности, возрастет количество студентов нашей академии. Соответственно, появится нужда в общежитиях. Дополнительные гранты, условия для обучения, несомненно, дадут толчок активности подрастающего поколения, заявляют студенты и преподаватели Академии Балашак. Они также высказали полную поддержку инициативам главы государства, направленных на социальную модернизацию страны. Андрей Теном, Анкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Объединиться для борьбы с коррупцией. Такую задачу озвучили на Втором конгрессе гражданских инициатив. В областном филиале партии Нур-Утан собрались граждане, придерживающиеся активной социальной позиции. С речью о мерах по борьбе с коррупцией выступил руководитель департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Карагандинской области Жандос Арсенов. Коррупция – социальное зло, которое препятствует развитию государства. Она способна разрушить устои даже самой сильной страны. По этой причине формирование антикоррупционного мировоззрения является наиболее актуальным способом борьбы с коррупцией. Сотрудники департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции проводят массовую разъяснительно-агитационную работу на территории региона. Для обеспечения прозрачности работы государственных органов, а также для контроля процесса государственных закупок при департаменте была создана специальная мониторинговая группа. Мониторинговая группа работает лишь второй год. Наша основная цель – это улучшение качества оказываемых государственных услуг, а также профилактика коррупционных рисков в государственных органах. Мы хотим воспитать у населения нулевую терпимость к любым проявлениям коррупции. Конгресс гражданских инициатив служит площадкой для обсуждения социально значимых проектов. Руководитель департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жандос Арсенов уверен, что совместные усилия граждан повысят эффективность мер по борьбе с коррупцией. Особое внимание уделяется мониторингу государственных закупок. Глава ведомства поделился внушительными результатами работы мониторинговой группы. В прошлом году мы проводили уже первый конгресс, и по результатам этого первого конгресса мы реализовали и до сих пор реализуем некоторые проекты, которые дают действительно очень хорошие результаты. Один из таких проектов – это мониторинг государственных закупок называется. И если сказать, то он по нашей области пользуется мониторинг, если мы сэкономили по закупкам где-то порядка 27 миллионов тенге, то по республике это почти 450 миллионов тенге. Это достаточно очень большая сумма, тем более, когда речь идет о бюджетных деньгах. Стоит отметить, что в ходе проверок 60 организаций и госучреждений сотрудниками департамента было выявлено 68 нарушений. Эти данные являются подтверждением эффективности и значимости проекта мониторинга государственных закупок. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. В Караганде продолжается деятельность мобильной группы по выявлению нарушений правил благоустройства. Вопрос санитарного состояния и благоустройства территории района всегда остается приоритетом в деятельности Акимата района имени Казбекби. Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникации сообщила Аким района Татьяна Шатохина. В районе имени Казбекби на постоянной основе сотрудниками районного Акимата совместно с местной полицией и органами правления продолжается работа по выявлению фактов нарушений и соблюдения правил благоустройства. С начала года составлено более тысячи протоколов по фактам нарушения этих правил. И все же цель работы мобильных групп не штрафовать. Цель, чтобы наш город был чистым и доступным, чтобы наши граждане спокойно прекратили по стратуарам, по дворам. Глава района отметила, что в прошлом году проведена объемная работа по благоустройству дворовых территорий, строительству скверов и детских игровых площадок. В нынешнем году работа будет продолжена. На эти цели выделено более полутора миллиардов тенге. В цель дальнейшего улучшения внешнего облика Каргады, обустройства дворов именно района Казбитрии города Каргады, обустройства дворов, территории практической реализации действующей именно политики по созданию наближающих условий для жителей, на 2018 год, благодаря поддержке Акима области, Акима города, депутатского корпуса, в целом на благоустройство дворовых районов Казбитрии выделено 1 миллиард 623 миллионов тенге. На эти средства будут благоустроены 50 дворовых территорий, 4 сквера и 7 мини-скверов. Вместе с этим уже через неделю пройдет первый городской субботник. Районная Аким призвала всех горожан принять в нем активное участие. Хочу, воспользовавшись площадкой брифинга, призвать всех горожанцев принять участие в субботниках и выйти буквально у себя во дворе, покрасить лавочку, если это необходимо, посадить дерево, покрасить дверь в подъезд, то есть принять активное участие. Всегда это было традицией, всегда это было общей нашей работой обновление в весенние дни и вхождение затем уже в лето чистым городом. Татьяна Шатохина особо подчеркнула, что благопристойное содержание города должно стать заботой не только властей, но и каждого жителя. Андрей Теншал, Карел Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде прошло очередное заседание Совета по делам молодежи. На повестке дня обсуждались вопросы научной деятельности молодого поколения. Мероприятие прошло с участием Акима Караганды, Нурлана Аубакирова, а также сотрудников Молодежного ресурсного центра, активной молодежи, деятелей науки и членов городского маслехата. В этом году исполняется пять лет Молодежному ресурсному центру. За эти годы центр оказал колоссальную поддержку карагандинской молодежи. Как отмечает директор ресурсного центра Вахтиар Бекмурзаев, заседание Совета по делам молодежи проводится по меньшей мере четыре раза в год. На этих встречах обсуждаются проблемные вопросы, которые требуют решения и пристального внимания. Около половины членов Совета составляют представители молодого поколения. В составе Совета более 50% составляет именно молодежь, которые представляют учебные заведения, общественные объединения, неправительственные организации, также депутаты городского маслехата, депутаты молодежного маслехата. Здесь хотелось бы особо подчеркнуть, что именно по инициативе членов нашего Совета обсуждаются вопросы и составляется общий годовой план, и где и вне плана мы проводим такие заседания. В своей речи Аким Караганды Нурланова-Киров подчеркнул, что в условиях третьей модернизации страны важную роль в ее развитии сыграет молодежь. Градоначальник поделился своим видением того, в каком поколении нуждается современный Казахстан. Молодые люди у нас вступают в новую эпоху, становятся свидетелями и активными участниками глобальных изменений во всех сферах жизни общества. В современных условиях молодежь должна быть финансово и политически грамотной. учиться умело и эффективно использовать знания, технологии в повседневной жизни, владеть иностранными языками, быть патриотически настроенной и социально ответственной. Именно молодежи предстоит проявить свои лучшие способности в процессе реализации третьей модернизации страны. Необходимо отметить важность сохранения молодежью духовных и культурных ценностей. На совете обсудили вопросы вовлеченности представителей молодежи в научную деятельность. На эту тему с докладом выступил проректор Карагандинского государственного университета имени Ивнея Ростановича Букетова Абая Калыков. Он поведал участникам о достижениях студентов вуза в научной сфере. Фонд первого президента Республики Казахстан, лидера нации, проводил конкурс на лучшее студенческое научное общество в высших учебных заведениях. И мы заняли третье место. В 2015 году Совет молодых ученых Карагу имени Букетова признан победителем и награжден дипломом первой степени республиканского конкурса «Лучший совет молодых ученых в научных организациях и высших учебных заведениях» и удостоен денежной премии в размере 450 тысяч нигде. В 2017 году молодые ученые возглавляли руководство шести финансируемых научных проектов на сумму более 38 миллионов тенге. Молодежный ресурсный центр тесно сотрудничает со школой госслужбы, которая уже 10 лет занимается подбором кадров среди молодежи для работы в государственных организациях. Руководитель школы Маляка Кусинбаева отмечает, за этот период времени школа госслужбы сумела дать необходимые знания для тысячи молодых людей, которые впоследствии успешно трудоустроились в госорганы. В том году у нас было 500 участников, и из 500 участников всего лишь прошли 40 человек, получили дипломы. И сейчас из них 20% работают на государственной службе. А из общего числа работают 70% на государственной службе с 2008 года. В завершении мероприятия Аким Караганды подчеркнул необходимость практического применения разрабатываемых студентами проектов. Глава города отметил, что нужно оказывать поддержку молодым ученым, чтобы каждый из них смог реализовать свой потенциал в полной мере. Тухжан Лянова, Жаслан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинские полицейские и родственники героя Советского Союза Нуркена Абдирова заложили капсулу с Карагандинской землей, которую доставят в Волгоград, в Мамаев курган, где похоронен летчик. На торжественной церемонии собрались ветераны Великой Отечественной войны, родные Нуркена Абдирова и стражи порядка. Мероприятие приурочено к 75-й годовщине победы в Сталинградской битве, во время которой героически погиб наш земляк. Эту капсулу, наполненную Карагандинской землей, доставят на Мамаев курган в город Волгоград, где покоится достойный сын казахского народа Нуркен Абдиров. Его подвиг по сей день помнит далеко за пределами нашей страны. Во время последнего боевого вылета Нуркен Абдиров направил свой пылающий самолет на танки противника и героически погиб в возрасте 22 лет. За героизм и самопожертвование летчику посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В канун 75-летней годовщины Сталинградской битвы карагандинские полицейские решили отдать дань памяти и уважения герою. Участники торжественной церемонии решили сделать это особым образом, наполнив капсулу родной землей летчика. Первую горь земли в капсулу заложил Абубакир Абдиров, племянник великого летчика. Ну, мне очень большое гордость, что у меня есть такой родственник, брат мой, Нуркен, который прославил казахский народ, казахскую землю, родину нашу, Казахстан. Сейчас весь Советский Союз знает, кто такой Нуркен был. Хотя героев-то много, и для нас это Нуркен как-то однозначно очень близкий такой, который действительно прославил нас всех. На торжественной церемонии с речью выступил начальник Департамента внутренних дел Карагандинской области Миргенбай Жаппаров. Он отметил, что данное мероприятие носит патриотический характер для молодых сотрудников Департамента. Мы почтили память Нуркена Абдирова. Я считаю, что подобным образом мы сумеем воспитать достойную молодежь. Это мероприятие поможет возродить патриотический дух молодого поколения. Стоит отметить, что 27 апреля на Мамаевом кургане будет открыта аллея героя Советского Союза Нуркена Абдирова. Тухжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Саубовенстар. Субтитры подогнал «Симон»!